Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я хочу вам показать, как связать вот такой несложный узорчик. Данным узорчиком я вязала детский кардиганчик. Посмотрите, узор достаточно легкий в выполнении и очень красиво смотрится. Я думаю, что им можно не только вязать кофточки и кардиганы, но и подойдет для вязания аксессуаров. Мне понравилось, что узор достаточно легко запоминается и не впитывает в себя много пряжи. Он, в принципе, как и лицевая гладь, достаточно экономный, но односторонний. Он с изнаночной стороны выглядит вот таким вот образом и с лицевой стороны вот так. Кому понравилось, не забудьте лайкнуть и приступаем к вязанию. Раппорт узора составляет 4 петли, то есть мы должны набрать число петель, кратное 4, плюс я наберу 1 петлю для симметрии узора и плюс 2 кромочные петли. То есть в общей сумме я набрала для небольшого образца 23 петли. Далее беру, вытаскиваю одну спицу и начинаю вязать первый ряд. Первую кромочную петлю я снимаю и далее начинаем вязать первый раппорт узора. 1 лицевая петля, 3 изнаночные. 1, 2, 3. Повторяем. 1 лицевая, 3 изнаночные. 1, 2, 3. 1 лицевая, 3 изнаночные. 1 лицевая, 3 изнаночные. 1 лицевая, 3 изнаночные. Петля симметрии у нас 1 лицевая и кромочная петля изнаночные. Первый ряд связан. Второй ряд мы вяжем по рисунку. Кромочную снимаем. Далее у нас идет 1 изнаночная петля. Над изнаночной мы вяжем изнаночную. Далее 3 лицевые вяжем за дальние стеночки. Повторяем. 1 изнаночная, 3 лицевые. 1, 2, 3. 1 изнаночная, 3 лицевые. 1 изнаночная, 3 лицевые. 1 изнаночная, 3 лицевые. Петля симметрии у нас изнаночная. И кромочная петля последнего ряда изнаночная. Третий ряд мы вяжем точно так же, как первый. Кромочную снимаем. Над лицевой первой петлей вяжем лицевую. Далее 3 изнаночные. Повторяем. 1 лицевая, 3 изнаночные. 1 лицевая, 3 изнаночные. 1 лицевая, 3 изнаночные. 1 лицевая, 3 изнаночные. Петля симметрии 1 лицевая. Кромочная петля изнаночная. Третий ряд связан. Разворачиваем на 4 ряд. 4 ряд мы вяжем, как второй. Кромочную снимаем. Далее 1 изнаночная, 3 лицевые. 1 изнаночная, 3 лицевые. И так повторяем по рисунку. Над 1 изнаночной, 1 изнаночную. Над 3 лицевыми, 3 лицевые. Петля симметрии у нас изнаночная. И кромочная петля последнего ряда также изнаночная. Связали 4 ряда, чередуя 1 лицевая, 3 изнаночные. И у нас получилась вот такая резиночка. Сейчас мы будем в 5 ряду смещать наш узорчик. Кромочную снимаем. Далее над лицевой вяжем 1 изнаночную. Над 1 изнаночной также вяжем изнаночную, то есть 2 изнаночные. Далее 1 лицевая и 1 изнаночная. Повторяем. 2 изнаночные, 1 лицевая и 1 изнаночная. Вот таким вот образом нам нужно прочередовать до конца ряда. Чтобы быть проще и чтобы вы поняли, как вязать этот 5 ряд, вот у нас 3 изнаночные. Над центральной изнаночной, второй с той стороны и второй с другой стороны, у нас должна идти лицевая. Над всеми остальными петлями изнаночные. То есть у нас получается по центру шла лицевая косичка, сейчас это 3 изнаночные. По центру изнаночных теперь будет идти лицевая косичка. Снова повторяем. 2 изнаночные, 1 лицевая и 1 изнаночная. 2 изнаночные, 1 лицевая, 1 изнаночная. 2 изнаночные, 1 лицевая, 1 изнаночная. Петля симметрии у нас изнаночная и кромочная петля изнаночная. Шестой ряд мы вяжем по рисунку. Кромочную снимаем. Далее вяжем 2 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная. 3 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная. Петля симметрии у нас лицевая, поэтому вяжем в конце ряда 2 лицевые и кромочная петля изнаночная. То есть у нас получилось между изнаночными вот такими петельками, теперь идет по центру лицевая косичка. Далее 7 ряд, кромочную снимаем и вяжем над 2 изнаночными 2 изнаночные, над лицевой, лицевая и снова изнаночная. 2 изнаночные, лицевая, изнаночная. Если быть проще, то вначале мы здесь начинаем 2 изнаночные, далее как бы со смещением вяжем наш рапорт узора. Лицевая, 3 изнаночные, лицевая, 3 изнаночные. Но по факту мы вяжем 2 изнаночные, лицевая, изнаночная. И вот так вот чередуем до конца ряда. 3 изнаночная, лицевая или 2 изнаночные, лицевая, изнаночная. Петля симметрии изнаночная и кромочная петля изнаночная. И 8 ряд, последний ряд раппорта узора 1. Кромочную снимаем и далее вяжем 2 лицевые по рисунку. 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная. 3 лицевые, 1 изнаночная. 3 лицевые, 1 изнаночная. 3 лицевые, 1 изнаночная. То есть вот таким вот образом по рисунку. Далее лицевая, лицевая петля симметрии и кромочная петля изнаночная. И мы связали полностью 1 раппорт в высоту, состоящий из 8 рядочков. Сейчас мы вяжем 9 ряд, повторяем как первый ряд. Кромочную снимаем, далее вяжем лицевая, 3 изнаночные. 1, 2, 3. Лицевая, 3 изнаночные. 1, 2, 3. Лицевая, 3 изнаночные. В конце ряда петля симметрии у нас будет лицевая и кромочная петля изнаночная. И снова у нас при вязании 9 ряда вы сможете посмотреть, что у нас сейчас пойдет лицевая косичка от центральной изнаночной. Второй с одной стороны и второй изнаночной с другой стороны. Вот она у нас над изнаночной центральной петлей будет идти лицевая косичка. Вот такие вот столбики из лицевых. Далее 10 изнаночный ряд мы повторяем как второй. Кромочную снимаем и вяжем по рисунку. Изнаночная, 3 лицевые. Изнаночная, 3 лицевые. Изнаночная, 3 лицевые. Петля симметрии у нас изнаночная и кромочная петля у нас также будет изнаночная. 11 ряд повторяем как третий ряд. Кромочную снимаем, 1 лицевая, 3 изнаночные. 1 лицевая, 3 изнаночные. 1 лицевая, 3 изнаночные. Петля симметрии лицевая и кромочная петля изнаночная. 12 изнаночный ряд вяжем как четвертый по рисунку. Кромочную снимаем и далее вяжем 1 изнаночная, 3 лицевые. 1 изнаночная, 3 лицевые. 1 изнаночная, 3 лицевые. Петля симметрии в конце ряда изнаночная и кромочная петля также изнаночная. 13 лицевой ряд вяжем как пятый. Кромочную снимаем. Далее вяжем 2 изнаночные, лицевая, изнаночная. 2 изнаночные, лицевая, изнаночная. 2 изнаночные, лицевая, изнаночная. По факту мы чередуем снова ту же лицевую, 3 изнаночные, но только со смещением. И теперь снова между вот здесь вот нашими 3 изнаночными по центру будет идти лицевая косичка. Вот такой вот столбик из лицевых петелек. Снова повторяем 2 изнаночные, лицевая, изнаночная. 2 изнаночные, лицевая и изнаночная. Петля симметрии у нас изнаночная и кромочная петля изнаночная. Далее запомните, что все четные изнаночные ряды вяжутся по рисунку, который мы формируем с лицевой стороны. Кромочную снимаем. Далее вяжем над двумя лицевыми 2 лицевые, изнаночная над изнаночной. 3 лицевые над 3 лицевыми и 1 изнаночная. 3 лицевые, 1 изнаночная. Петля симметрии ряда у нас здесь будет 1 лицевая и кромочная петля изнаночная. 15 ряд вяжем как 13. Кромочную снимаем и повторяем. 2 изнаночные, лицевая и изнаночная. 2 изнаночные, лицевая, изнаночная. 2 изнаночные, лицевая и изнаночная. Вот так чередуем. В конце петля симметрии изнаночная и кромочная также изнаночная. И 16 ряд изнаночный это завершающий ряд 2 рапорта. За кромочную снимаем и по рисунку вяжем 2 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная. Итак, чередуем по рисунку, сформированному в лицевом ряду, 3 лицевые, 1 изнаночная, петля симметрии, здесь у нас будет лицевая и кромочная петля ряда, изнаночная. И вот так вот мы довязали 2 раппорта узора. Теперь повторяете все с 1 ряда, либо с 13 ряда, то есть по желанию. И в итоге у нас получается вот такой красивый, несложный, по моему мнению, узорчик, напоминает чем-то шахматку, при этом является очень легким выполнением, но красивым в итоге на изделии узорчиком. Я надеюсь, что вам осталось все понятно, если понравилось, не забудьте лайкнуть, делитесь с друзьями моим видео. Всем хорошего настроения, ровных петелек, пока-пока!